Всем привет! Вы на канале Калининград Инсайт. И я вновь веду свой видеодневник. Сегодня у нас 18 мая, суббота. Калининград практически пуст. И главная новость, которая будоражит Калининград в последнее время, это смена губернатора. К нам приехал и выступил перед общественностью Алексей Беспрозванных. Если правильно я сказал его фамилию, нужно будет долго привыкать к нему. Он пообещал сделать нашу область самую лучшую область в регионе и в России. Ну, как говорится, поживем, увидим. Ну, а заслуга Элиханова, как я услышал, сказали, то, что область стала самообеспечивать себя молоком и яйцами. Ой, яйцами и мясом. Ну, по-моему, так оно и было до него. А вот то, что наши яйца никак не стали дешевле от этого, это факт. Ну, сейчас на улице довольно шумно стало, не знаю, как со звуком у нас. Мы сейчас подойдем по Пролетарке и Бараново и вы увидите нашу барахолку. Наверняка у нас там все собираются по субботам, воскресеньям. Люди стараются ввести свой маленький кишевт. Ну, вот мы подходим на перекресток Пролетарки и Бараново. Вы видите, здесь идет очередной покос травы. Смысл этого я особо не понимаю, конечно, чтобы так часто стригли эти газоны. Вот, все-таки, ну, какая-то экология там есть, да и шумно очень. Итак, мы подошли к башне Врангель. Это одна из достопримечательностей Калининграда, о которой, в принципе, я рассказывал, да и много кто рассказывает. И вот здесь у нас собираются эти барахольщики. Не знаю, как вы к ним относитесь, ну, я, по-моему, это только позор для города. Вот собирать вот это все, шмотки показывать свои. Кому это нафиг нужно, когда в магазинах и так все это есть? Ну, люди хотят заработать. Да, на чем-то, не знаю, на туристах, наверное. Ну, на мой взгляд, конечно, вот это все... Ну, видимо, это будет неостребимо у нас. Ну, ну, мизматы. Любители винила тут будут рады. Ну, вот такие сувениры в виде башмаков. Ну, вот так же вот такое встречается. Ну, это, скорее всего, наверное, уже клуб по общению между людьми, которые собираются тут по субботам, пытаются что-то продать. Ну, вы напишите, как вы к этому относитесь. Потому что я знаю, это и есть в любом городе. Не только России, наверное, но и всех других стран. Интересно, вот у нас Светлана, мой подписчик из Чехии, как у них там с этим обстоит дело, хотелось бы услышать в комментариях. Ну, и вот прекрасный скверик, место, где, допустим, нужно отдыхать, прежде всего там благоустраивать. Вот это все вытоптано шмотка с шмоточниками. Ну, тем не менее, люди там что-то смотрят, интересуются. Итак, это у нас тянется до литовского консульства, там в конце пролетарки. Ну, друзья, я уже не буду снимать весь этот ряд. Представление вы, наверное, имеете, что это такое. Ну, сколько жив человек, наверное, столько он будет стараться продать свои всякие эти вещи старые. Но если не на Авито, то вот здесь. Ну, сложно осуждать людей. Ну, хочу сказать, городу это не придает красы. Все, друзья, до новых встреч. До новых встреч.